здравствуйте меня зовут дарья продолжается у нас декабрь продолжается холод и зима а мы продолжаем читать книжки сегодня мы будем говорить о следующих трех наших прекрасных книжках которые я рекомендую вам прочитать одна из последних книг которая поступила нам библиотеку эта книжка людмилы петрановской все 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 про воспитание детей это действительно отличнейшая книжка которую я горячим сердцем рекомендую всем и родителям даже не только родителям я получил огромное удовольствие когда ее читала даже несмотря на то что у меня ребенок уже взрослый вот она написана очень человеческим языком просто вот инсайты на каждой странице да и просто и очень приятно почитать такое впечатление что ты поговорил с очень хорошим очень добрым человеком эту книжку которая держу в руках она называется повесть о прекрасной атикуба это одна из любимых книжек моего детства я очень люблю рекомендовать ее своим друзьям в общем представьте себе классическую сказку о золушке только в декорациях японской классической повести вот это вам скорее всего это понравится и это вот так такое зимнее сказочное чтение причем с ароматом древней японии эпохи хаян вот это замечательно вот эту книжку которая держу в руках наверное узнают многие люди которые были детьми где-то в 80-х годах потому что на нее в детских библиотеках выстраивались очереди это знаменитая непревзойденная замечательные книжка муфта полботинка и маховая борода то есть если вы ее читали вы сейчас вздрогнули от ностальгии если вы ее не читали немедленно берите читайте ее детям причем именно вот в этом оформлении вот другого оформления вот муфта полботинка быть не может по моему скромному мнению это вот только она вот она прекраснейшая и напоследок один маленький совет книжка сейчас стоят дорого читать хочется поэтому вы можете вот эти книжки которые сейчас я вам рекомендовала читать совершенно бесплатно для этого вам только нужно записаться в областную библиотеку имени бабушкина где мы сейчас находимся и ходить сюда здесь столько всего что можно не перечитать за всю жизнь но мы стараемся